В детско-юношеской спортивной школе ребят обучают различным видам спорта, среди которых есть отделение вольной борьбы. Секцию по этому виду единоборства тренер Тамерлан Баматказиев уже несколько лет ведет в школе номер 9. Наша съемочная группа познакомилась с преподавателем и его юными учениками. Вольная борьба – вид спорта, заключающаяся в единоборстве двух противников с применением различных приемов – захватов, бросков, переворотов, подсечек. Главное здесь для каждого из соперников – пытаться положить другого на лопатки. Этот вид борьбы всегда был очень успешным в прошлом для советских, а сейчас и для российских спортсменов. Тренерские школы по всей стране сохраняют свои лучшие традиции. Уже несколько лет в спортивном зале Матичинской школы номер 9 учит ребят в вольной борьбе мастер спорта Тамерлан Баматказиев. Родился он в спортивной семье, его отец был мастером спорта в двух видах. Но желание заниматься единоборствами у него появилось самостоятельно еще в детстве. В 8 лет он записался в секцию вольной борьбы. Там он занимался до 12 лет. А после поступил в Москве в училище Олимпийского резерва. За свою спортивную карьеру Тамерлан был участником и победителем всероссийских и международных конкурсов. Вольная борьба всегда была и остается спортом настоящих мужчин. Поэтому и качества у спортсмена должны быть соответствующими. Скажу так, характер и сила воли должна быть. Это чисто мое мнение. Дисциплина должна быть в детей. Без дисциплины сразу ничего не будет. Свои занятия с детьми тренер проводит по вечерам в школе номер 9. Сюда приходят ребята разного возраста. Всех их объединяет любовь к спорту, общение и дружба. Тренер воспитывает в них усердие и силу воли к будущим победам. Моя цель, конечно, стать олимпийским чемпионом. Чемпионом России. Но в первую очередь для Тамерлана важно, чтобы его воспитанники стали настоящими людьми. Могли послужить опорой для нуждающихся и радовали своих близких. Для тренера это главная награда. Вырастить можно и чемпиона мира сделать, и Европу. Мне кажется, человеком надо, чтобы человеком оставался. Хочется человека вырастить. Если я могу этим помочь, то ради бога. Я рад. Галина Данилова, Дмитрий Синяев, Сергей Бесчастный. Информационная программа «День». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...